Стресс Стресс Одновременно, научитесь видеть в каждом событии урок для себя. Вы спросите, как это сделать? Когда мир кажется враждебным, мысли путаются и жизнь кажется бессмысленной. Сядьте в удобное кресло или на стул, сожмите руки, сделайте глубокий вдох и выдох. Теперь помассируйте кончик носа, а затем основание черепа. А теперь еще раз мы с вами сделаем глубокий вдох и выдох. А теперь спросите себя, чему меня учат создавшиеся ситуации. Не торопитесь с ответом. Проговорите все, что приходит вам на ум, вслух или про себя. Даже те ответы, которые, быть может, вызовут у вас горькую усмешку. Следующий вопрос к себе. Кто и что может мне помочь в создавшейся ситуации? Не торопитесь с ответом. Думая об этом, вы можете чуть прикрыть глаза. Идеи и фантазии, приходящие вам в голову, могут быть самыми абсурдными. Не критикуйте себя. Сейчас главное создать как можно больше идей. Продолжайте думать об этом, пока не родится в груди вздох облегчения. А теперь выберите одну или несколько наиболее удачных идей. Наш второй совет. Представляйте своего обидчика в смешных ситуациях. Представьте себе, как он садится на горшок. Представьте себе, как он уткнулся лицом в торт или ест манную кашу с завязанными сзади руками. Представьте себе его выражение лица, когда он приходит на рабочее место и видит за своим столом говорящую обезьяну. Подключите свое чувство юмора и воображения. И ваш звонкий смех снимет напряжение и зарядит вас энергией. Наш третий совет. Научитесь мысленно представлять себе хороший исход ситуации. Как это сделать? Закройте глаза. Сделайте глубокий выдох и выдох. А теперь перенеситесь в то время, когда вы были счастливы, веселы и без заботы. Вспомните эту ситуацию каждой клеточкой вашего тела. Вспомните, какие запахи и звуки вас окружают. Оказывается, наше тело помнит все. Помнит все хорошее, что было пережито нами. И именно эти положительные ощущения являются энергетическим фундаментом нашего внутреннего мира. А теперь, находясь в этом состоянии, состоянии радости, представьте себе, как ваша ситуация закончится хорошо. Представьте себя той ситуацией, когда все уже позади, все кончилось. Запомните эту картинку. А ваше тело сохранит все ощущения. Наш четвертый совет. Чаще прислушивайтесь к своим ощущениям. Сейчас для нас важно перенести внимание на свои телесные ощущения. Что чувствует наша кожа, когда одежда соприкасается с телом? Удобно ли вам в вашей позе? Почувствуйте, как на голове растут волицы. Именно через ощущения мы познаем настоящее. Мыслями обычно мы находимся в прошлом или будущем. К прошлым или будущим событиям у нас есть определенные отношения. К сожалению, оно мешает нам познавать настоящее, принимать настоящее таким, какое оно есть. Попробуйте за разговором, в транспорте, на улице, на секунду отключиться и перенести свое внимание на телесные ощущения. Это вам поможет познать, что такое настоящее, настоящее. Наш пятый совет. Будьте терпеливы. Не торопитесь. У каждой ситуации и каждого события свой темп. Конечно, очень хочется поскорее сбросить с себя бремя сложных ситуаций. Но знайте, что у каждого события своя динамика. Все приходит вовремя и нет упущенных возможностей. А теперь наш главный совет. Он включает в себя все предыдущие. Помните, что внутри вас живет Творец. Вы можете ощущать его присутствие, как некий прилив энергии, как чувство «я могу», как радостный трепет, учащенное сердцебиение. Творец есть у каждого из нас. Только у некоторых он спит. Поможет нам разбудить внутреннего Творца, общение с природой, органная музыка, творческие виды деятельности. Вспомните, что в детстве радовало вас больше всего, что сегодня заставляет ваше сердце биться учащенным, когда выгораются ваши глаза. Постарайтесь вводить это в свою повседневную жизнь. Ведь, может, для кого-то наши советы предполагают изменение отношения к жизни и даже стиле жизни. Но не торопитесь делать все сразу. Изменения будут происходить медленно и естественно. А сегодня отправной точкой к положительным переменам станет сказка. Займите удобную для вас позу. Закройте глаза. Мы сделаем глубокий вдох и выдох. Теперь мы можем перенестись в другой мир. Мир удивительной сказочной страны. И послушать одну из ее историй. Давным-давно это было. Жил на свете один удивительный человек. Был он красив и добр. Сложно сказать, сколько ему было лет. У него так задорно блестели глаза, Что многие думали, он очень молод. Но, глядя на его длинную седую бороду и волосы, Другие говорили, он стар и мудр. Этот человек умел делать то, что не умели другие. Он разговаривал с деревьями и цветами, С животными и рыбами, Подземными водами и корешками. Он мог вылечить заболевшее растение, Животное и даже человека. Он знал, когда пойдет дождь или снег, Дружил с ветром и солнцем. Многие приходили к нему за советом. Люди называли его волшебником. Никто не знал, откуда он пришел, Но говорили, что раньше Он был обыкновенным человеком, Таким, как все. Менялись поколения, А волшебник все жил среди людей, И они чувствовали, Что находятся под его защитой. Как-то раз Волшебник сказал людям, Я долго жил среди вас, Чувствую, что пришло время Мне отправляться в путь. Зачем же ты оставляешь нас? Грустно сказали люди. Нам будет нелегко без твоей защиты И доброго совета. Передай нам хотя бы частичку Твоей мудрости, Попросили они. Посмотрите вокруг, Сказал волшебник. Вы живете в прекрасном мире. Каждый день Вы можете встречать И провожать солнце, Слушать, как шумят деревья И плещется вода, Потрескивают поленья в костре И дышит земля. Давайте на минуту замрем И прислушаемся. Чувствуете? Все, что нас окружает, Живет в своем ритме И свой ритм У каждого из нас. Люди замерли, Закрыли глаза И услышали, Как дышит земля Ровно и спокойно, Как плещутся о берег волны, То быстро, То не торопясь. И главное, Каждый из них услышал Свой собственный ритм, Спокойное биение сердца, Свободное дыхание. И вдруг Людей охватило чувство, Что с ними происходит Что-то новое И необыкновенное. Удивительное волшебное Растет внутри нас, С восторгом Сказали они волшебнику. Похоже, Вы открыли Самый главный мой секрет, Улыбнулся волшебник. Ведь волшебство Это умение Слышать И чувствовать Ритм природы, Всего, Что нас окружает, И жить в соответствии с ним, Совершая удивительные Преобразования вокруг, Созидая окружающий мир. Надо только услышать Свой ритм И разбудить творца, Живущего внутри каждого, И начнется Волшебство. А как мы им будем пользоваться? Спросили люди. Можно представить себя Здоровым человеком, Рассмотреть свой образ И запечатлеть его В своем сердце, Ответил волшебник. И постепенно, Даже незаметно для себя, Вы начнете меняться. Можно научиться слышать Внутренний ритм другого человека, Находить соответствие Со своим ритмом, И тогда каждый день Будет дарить радость, Радость взаимопонимания. А можно научиться Научиться видеть в каждом Событие урок для себя, И тогда на смену тревогам И волнениям придут покой И ясность. И отправился волшебник в путь, А люди остались. Они хорошо запомнили Слова волшебника, Жили, Слушая свой внутренний ритм, И очень скоро В каждом из них Проснулся Творец. Спокойно и с любовью Они каждый день Создавали свою жизнь, Излучая вокруг Добро и радость. И сейчас, Если мы приложим Руку к груди, То услышим Спокойное биение Своего сердца, Ритм дыхания, И Творец, Живущий внутри нас, Напомнит о себе Теплой волной радости. А мы сделаем глубокий вдох И выдох, И потихоньку будем Возвращаться обратно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин